вот я попробую образец здесь конечно это был меньше номер спиц наверху больше номер спиц не знаю вряд ли будет это хорошо видно на камеру такой фокус показывает мне красный квадрат должен показать зеленый ну посмотрим буду все равно видео монтировать вот что я хочу сказать что совершенно вот в мохер тут и люрекс есть тонкие ниточки можно было еще свободнее провязать ряд но дело в том что для меня вязать на толстых номерах спиц это большая диковинка потому что я в основном вижу на очень тонких номерах но тем не менее у меня есть пряжа для толстого пряжа для проекта могу сказать что очень и очень хорошо не вытягивает люрекс не задевает пайетки то есть такой номер спиц толстый прекрасно подходит для тонкой пряжи для такой как вот мохер с люрексом и с пайетками красивая пряжа такая вот называется мохер фан си но стоимость у нее очень какая-то не демократичная я сейчас точно не помню но между 12 и 16 евро за 25 грамм я поэтому купила себе другую мохера оси гава бобины и две штуки вот но он идет без люрекса и без пайеток а такой конечно мне тоже очень нравится но я считаю что 100 грамм стоимость будет под 80 евро это очень дорого хотя конечно у него длина хорошая 140 метров 25 грамм то есть 560 метров 100 грамм получается 200 грамм хватит на 200 грамм хватит на паутинку но получается очень дорого да получается сколько там получается 16 на 8 больше больше 100 евро стоимость я же получается ну что ж на этом хочу пока закончить я не все показала виды пряжи потому что ну пока просто не знаю понравилось ли вам мой обзор потому что я блогер не предметной съемки от дальних расстояний и в предметной съемке только начало самое самое начало вот если у вас есть вопросы напишите я могу показать еще как эти спицы других пряжа потому что есть еще такая вот пряжа у меня бланк кашемир в моточках она мне кстати не очень сильно понравилась мало пушится этот образец уже постиранный тут я переборщила с номером спицы взяла как три с половиной как пишет производитель но это было очень много для такой ажурной вязки сильно большие дырочки они конечно должны быть но не такие огромные вот а в маленьком номере вязала вот такой бордовый образец этот же ланк кашемир тут наоборот дела сильно маленький номер спиц два с половиной наверное для резинки идеальный номер спиц три но что самое удивительное этой пряжи не удивило вот в этом образце я вижу одинаковое количество петель что для шапки что для горловины свитера в этом случае хотела начать вязать свитер сверху и решила начать с горловины вот я связала горловину постирала ее и она мне вытянулась вот примерно вот настолько то есть должна быть вот примерно ну вот такая вот то есть вяжу всегда горловину одинаковую по как шапка от ворот то что мне нравится когда горловина ну не сильно расхлябанная но тут ну конечно не такая что в обтяжку по шее идет ну и конечно чтобы голова проходила то есть сильно маленькая горловина мне не нравится и то это получилось очень очень большая в общем загадка этого кашемира заключается в том что ну вот я связала образец я не думала что так сильно вытянется маленький образец не вязала решила сразу начать вязать горловины и получилось эта пряжа она очень хорошо пошла в ширину вот у меня был так 2 4 6 8 10 14 16 где-то 35 лишних я набрала можете себе представить это очень много хотя на первый взгляд ничего не предвещало из того что такая пряжа может тянуться в ширину это кашемир смотанный в шнурок ну или как его некоторые называют цепочкой вот а ну напоследок я еще хотела кое-что сказать иногда я делюсь тем что мне очень сильно понравилось вот допустим такие перчатки я их всегда покупаю в россии у нас такие не продают это производство карачаева черкесия или кабардино-балкария у них прекрасный такой красивый цвет серо-голубой и такой длинный длинный какой-то козий пух или махер они очень мягкие и настолько теплые и внутри сделана резиночка такие продают изделия они на кавказе в сочи продают вот допустим на красной поляне такие перчатки стоят ну где то 700 рублей внизу в сочи на рынке стоит 200-250 или в торговом центре море мол тоже их киоски и там они тоже их продают недорого там 200-300 рублей вот так можно сторговаться вот господи теплее этих перчаток у меня ни разу ничего не было долгое время и внутри они мягкие и точно такого же производства у них носки у них никогда нет этикеток просто продают жители из Карачаева Черкесии вот из Кабардино-Балкарии из тех регионов если их одеваешь их прям снимать не хочется носки кстати вот из такой пряжи ну бывало такое что у меня если я оставлю стирку задание для супруга то все постирать машинки и вот несколько раз было такое что я не углядела и вот такие носки он стирал в машинке и представляете хоть бы что то есть они не скатались в валенок хотя это махер ну наверное догадался поставить 30 градусов или 40 а так вообще я их стираю ну ручная ручная стирка и более того если допустим вот они в снегу то вообще вот такая пряжа она самоочищается я не знаю что это за пряжа я ее ни разу не видела в клубках или в пасмах наверное на юге где-нибудь в Нальчике вот в тех краях наверное и пряжу такую продают но это машинное вязание то есть такие я покупаю готовые вот машинное вязание тут ну видно где-то какие-то там ниточки есть но никогда ничего не распускается носки ну пока у меня еще не протирались в общем я рекомендую вот такие изделия местных промыслов не представляю что это за пряжа ну конечно понятно что это шерсть вот с таким вот ну как с козий это пух или что ну как я думаю как козий 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 махер я наверное неправильно один раз сказала козья в город козий махер в общем если кому такие попадутся для холодных регионов я рекомендую это очень теплое изделие прекрасное ну все на этом пока если у кого есть какие-то вопросы или пожелания пишите мне на следующей неделе у меня будет выходной день я постараюсь исполнить ваши просьбы до свидания вот